В этот день, 11 мая 330 года, состоялась торжественная церемония освящения города Константинополя. Столетие это была столица христианского православного мира. 11 мая 1558 года состоялось взятие города Нарбы. Это было одно из первых событий Ливонской войны. В 1558 году русское царство начало войну с Ливонией, теми самыми некогда знаменитыми и грозными ливонскими рыцарями, объединенными в Ливонскую конфедерацию. Со времен Ивана III на двух берегах реки Нарвы стояли пограничные крепости – Ивангород с русской стороны и Нарва с ливонской. Поводом для похода стал обстрел Ивангорода с противоположного берега. Очень быстро к неприятельским стенам подошла большая армия под руководством воевод Даниила Адашева, Алексея Басманова и Ивана Бутурлина. Осада началась еще в апреле, а взяли крепость 11 мая. Перед этим Нарву долго обстреливали из пушек, поэтому неудивительно, что в городе все же начался сильный пожар. Тушить пламя бросились даже защитники с городских стен, что облегчило штурм. Русские солдаты проломили ворота и овладели нижним ярусом крепости. Захваченные в Нарве пушки развернули против верхнего замка, но применять их не потребовалось. Гарнизон сдался, пообещав оставить крепость в обмен на право свободно уйти. Так блестяще начиналась Ливонская война, одна из самых долгих и разорительных в истории России. Она закончится только 25 лет спустя, и тогда Россия снова потеряет Нарву. В этот день, 11 мая 1692 года, на воду Плещеева озера была спущена потешная флотилия Петра I. С этого начиналось увлечение будущего императора флотом. 11 мая 1891 года в Японии было совершено покушение на будущего благоверного императора Николая II. Некий самурай накинулся на него и лишил бы жизни ударами меча в голову, если бы не подставленная трость греческого принца Георгия. 11 мая 1899 года родился архимандрит Киприан, русский и сербский профессор-богослов, историк церкви. Архимандрит Киприан принадлежал к ученому монашеству, той тонкой прослойке образованных иноков, которая в дореволюционной России была едва ли не единственным связующим звеном между духовенством и интеллигенцией. Это из статьи митрополита Иллариона. Архимандрит Киприан и правда принадлежал к редкой категории ученейших и умнейших людей XX века. Происходил он из дворянского рода. Константин Керн так его знали в миру. Молодой человек получил прекрасное образование, Александровский лицей, юридический факультет Московского университета. Но тут в его жизнь вмешалась революция. Константин Эдуардович воевал в составе добровольческой армии, а после поражения он и уехал в Сербию. Там окончил еще и Белградский университет, теперь по специальности богословия. Керн обладал эстетическим вкусом, очень любил стихи Блока, при этом оставаясь убежденным славянофилом. Еще его всегда приводило восхищение, красота богослужения. Он начал вникать в дела церкви, сблизился с митрополитом Антонием, одним из создателей русско-православной церкви за границей. В 1927 году Керн был пострижен в монахе, так он стал Киприаном. Особая эстетика литургии ранее сблизила его с церковью, теперь он начал посвящать этому немало своих научных трудов. Вообще архимандрит Киприан, как писатель, был плодовит. Книги о духовных лидерах православия, о литургии, по историю богословия, он даже трижды отказывался от архиерейского сана, будучи с головой погружен в науку. Отец Киприан был одной из заметных фигур зарубежного православия, лектор Свято-Сергиевского института в Париже. Архимандрит много работал с иностранными коллегами, причем не без горечи замечал. «Я являюсь неким справочным бюро для моих иностранных и инославных друзей. Всякая библиографическая и биографическая черта находит у них гораздо больше интереса, чем у наших соотечественников». 11 мая 1911 года пилот Стаховский совершил первый в России полет на гидросамолете «Буазен-Канар». 11 мая 1961 года лечик-испытатель Дмитрий Ефремов совершил первый полет на вертолете К-25. Эта машина первая в своем роде. Первый палубный вертолет СССР. Машина, которая должна была уметь почти все и совмещать почти несовмещаемые качества. На корабле-носителе был рационально использован каждый сантиметр площади. А К-25, как говорили, размещался на корабле так плотно и ловко, как шашка входит в ножны. Минимально возможные размеры, возможность быстро сложить винты, при этом возможность взлетать и садиться и при крупной волне, и ночью. Несколько тонн полезной нагрузки. К-25 больше 30 лет был рабочей лошадкой морской авиации. Сейчас он почти не используется. Отдельные его экземпляры заняли почетное место в Мировых музеях авиационной техники. Таким был этот день, 11 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин